Хоким Самаркандской области ознакомился с проводимыми благоустроительными работами в городе Самарканде в Самаркандском районе. Группа преподавателей Самгаси презентовала свои проекты по создаваемому туристическому образовательному парку на территории между улицами Урзу Махмудова, Бубуру Мирзу, Абдурахмана Джами и университетским бульваром. Это целый участок около 10 гектаров земли. Весь этот участок превращается в туристический центр. Основный объект туристического центра – университет туризма. Университет туризма студенты будут и заниматься, и будут проводить здесь свои полевые испытания. Они принимают гостей, туристов, в основном иностранных, ознакомливают и дают им возможность, чтобы они хорошо провели время. Ознакомившись с идеями доцента, Хоким области рекомендовал упростить чертежи. Тротуары между улицами не должны быть в виде лабиринта, а удобными и короткими. То есть любой студент мог бы пересечь путь по установленной тропинке, не бегая по газону, пытаясь сократить свою дорогу. Именно поэтому молодые умы должны подсказать свои идеи. Ведь не случайно уже не первый раз упоминается об организации конкурса, где одаренная молодежь могла бы внести свои предложения по улучшению парка. Также были осмотрены проекты современных объектов, которые будут перестроены и подогнаны под общий исторический стиль XIX века в этой части Самарканда. Один из замыслов архитекторов-дизайнеров предполагает создание некой конструкции на пересечении бульвара Иорзу Махмудова, олицетворяющей пять эпохи на логическом плане. Тимуридов – период ханства Туркестан в составе Царской России. Узбекистан – как одна из союзных республик и обретение независимости страной. Сама идея состоит в том, что эта композиция делается из легкого металла, нержавеющего металла, с подсветкой. Она несет как информационную такую часть и как историческую часть, потому что эти эпохи мы прошли с большим трудом. И наша задача сегодня, если это все утвердится, то мы, наверное, приступим непосредственно к работе. Хоким области сказал, что категорически против любого вмешательства в нынешний облик университетского бульвара и предложил данный проект реализовать в массиве Курасул. Было обсуждено предложение по облагораживанию территории студенческого общежития Самаркандского госуниверситета созданию легкого варианта сада Лугбека. Глава региона подчеркнул, что применяемые материалы по укладке тротуаров и самой площади должны быть качественными и прослужить десятки лет. Рекомендовал посадить как можно больше зеленых насаждений и установить скамейки. Далее группа прошлась по улице Мерзово-Бура, где идут работы по возвращению былого облика так называемого в прежние годы нового Самарканда. Здешним жителям было разъяснено, что главная цель представить взору самаркандцев и туристов красоту исторических зданий, которые сегодня скрыты заборами, пристройками, старыми сараями и гаражами. В случае необходимости по всем узаконенным объектам будет выплачена компенсация по рыночным ценам. На будущей гастрономической улице Урзу-Махмудова руководителю областной администрации были показаны образцы декоративных крышек на лотке. Это короткая, она будет 2,50 длинных металлов, троечку мощную. Во время предыдущего объезда было осмотрено место бывшего спиртоводочного завода. Тут тротуары находились не в лучшем состоянии. Разбитые светильники, а кругом неблагоустроенная территория. Как можно видеть по этим кадрам, результат есть и работа ведется. Следующим местом посещения стала улица Дагбицка, где еще с прошлого года произошел обвал тротуара. В данное время на слиянии канала Багишамал и коллектора Чашма идут работы. В свое время был разрушен колодец, который стал одной из причин потопления домов. Но почему до сих пор работы не завершены, поинтересовался Хоким области. Как говорит руководитель государственного унитарного предприятия «Самарканд» Батырхудайбердыев, в 2018 году их предприятие занималось установкой труб в коллекторе Чашма в оживленной части города. Тогда они не смогли трудиться по утвержденному проекту, так как были претензии со стороны инвестора гостиницы «Афросиоп». И тогда министерство водхоза – это часть проекта, где должны были пройти трубы, была отменена. А сейчас, чтобы изменить все, нужно копать дороги на 8 метров глубины, что доставит массу неудобств населению. Поэтому самое верное решение – тщательная очистка найденного колодца, идущего от древнего туннеля для прохождения воды объемом 2 на 5 метров. А все работы упираются в финансы, говорит собеседник. Возле стоматологической поликлиники была авария. После открытия мы посмотрели здесь галерейный, это старый галерейный переход. Вот направление нашли, после этого мы за зданием нашли этот колодец. В данный момент мы этот колодец открыли. Там полностью забито мусором, и вода идет под пором. Там чистить ручную очень сложно, тем более под зданием проходит. Следующей точкой посещения стала улица Заргарон. Здесь жители постарались на славу и постепенно приводят облик фасадной части в прежний вид. Материалы не хитрые. Обычная глина, а на пластиковых окнах деревянные полоски. В Кукиму области был презентован махалинский комплекс кукмачит с чайханой, хаузом и гостиницами. Необходимо отметить, что идут работы по поиску хамама. Бани, одна часть уже раскопана самаркандскими археологами. Бани, одна часть уже раскопана самаркандскими археологами. Также было презентовано предложение по воссозданию древнего рынка Афресиаб и торговых площадок по улице Ислама Каримова. На историческом месте, как нового объекта туристской дислокации по согласованию с ЮНЕСКО в соответствии с постановлением Кабинета министров Республики Узбекистан от 30 сентября 2019 года. Следующая часть дня была посвящена изучению проводимой работы на улице Нарпайской. Объезд состоялся в автобусе, где со всеми руководителями организации были обсуждены предстоящие планы. Здесь по обе стороны дороги строятся бетонные тротуары. Фасады жилых и нежилых объектов приводятся в порядок. Говорилось о том, что кладбище Тухмон-Бейт нуждается в благоустройстве. Будет отремонтирована стена и построена стоянка для автомашин. Большие преобразования ожидают в Самаркандский район, а, если точнее, то место въезда в город Самарканд. Пять транспортных направлений будут отреконструированы. Объекты социальной инфраструктуры возведены в национальном стиле. Полностью будет модернизирована автомагистраль А-378. А территория кругом благоустроена. Кухим Самаркандской области дал свои рекомендации и поручения ответственным лицам по проводимым работам.